Прислали мне запчасти для боксера. Здесь ничего серьёзного, так, мелочи. Пружина от центральной подножки, которую я потерял этим летом. Я где-то потерял пружину от подножки. Не от боковой, а от центральной. Заглушка цепи, которую я потерял давно, не помню где, когда не видел. Видать, за траву зацепилась и слетела где-то. Это подшипник демпфера заднего колеса. Первые два года я на нём по воде ездил. Весной выезжал в луга. По воде это не то, что там из гаража выкатил и по луже прокатился. Сука! Заглох! Но это пизда! Я охуею! В общем, я его использовал как эндуро-мотоцикл. И где-то, поездив так два года, я решил проверить колёса, подшипники в колёсах. И сами подшипники в колёсах оказались нормальные. Рожавчины там не было. Смазки я немного шприцом добавил внутрь подшипников. А вот подшипник демпфера заднего колеса оказался с коррозией ржавой. Я его, помнится, почистил, в бензине промыл, набил смазкой новой и поставил. И вот уже два сезона, наверное, прошло. Вроде мотоцикл катается, ничего там не хрустит, не трещит. В общем, вроде бы он нормально себя ведёт, даже старый. Но я заказал на всякий случай новый. Пусть будет. Если со старым что-то случится, поставлю, чтобы замена сразу была. И шланчик топливного насоса оригинальный. Мой шланчик ещё на месте. Но он по центру-то ещё гибкий, мягкий. А вот по краям он уже стал дубовый. Его снять, одеть очень трудно. И в скором времени, я думаю, он потрескается и развалится. Конец сезона я докатался без пружины. Просто привязал эту центральную подножку. Да, руками-то эту пружину явно не натянешь. Эх, ядрить, колотить. А как её натянуть-то? Наверное, подножку, что ли, нужно сложить. Я её так не натянул. Что-то разница-то небольшая. Я тут сейчас потыкался, потыкался. Бесполезно. Сил не хватает. Нужно, наверное, вдвоём, что ли, попробовать. Новая заглушечка. Надолго её хватит, нет? А то отлетит, понятно, в первую неделю. Плотная, даже не прокручивается. Ну, а шланчик с подшипником закинем в запаску. Пусть по катам лежат. Мотоцикл у меня зимует на пасеке, в тепле. Четыре сезона я на нём откатал. В 2020 году купил его. Ещё я зимой купил, да. В конце февраля вроде как. Пробег почти 12 тысяч километров. После трёх сезонов я ему поменял цепь и ведущую звёздочку. Цепь практически полностью у меня вытянулась. Там оставалось немножко совсем. И звёздочка довольно хорошо сточилась. Предвижу, что в комментариях всякие специалисты начнут писать «Эй, а как можно было цепь за три сезона ушатать и звёздочку родную? Ведь она такая качественная». Я вот езжу третий сезон из гаража за хлебом. И у меня всё хорошо. И цепь у меня отлично выглядит. Так ты попробуй. Не за хлебом на нём покататься, а по воде, по песку, по лесу постоянно. Цепь – это расходный материал. Её можно ушатать не то, что за три сезона. Её можно ушатать за пару месяцев. Это всё зависит от того, где ты и как катаешься на мотоцикле. Цепь у меня сейчас стоит новая. Ну как новая, сезон я уже откатался на ней. И на звезде на этой. Я не открывал, не смотрел ничего. Там смотреть нечего. Потому что ещё на пару сезонов её должно хватить. Много раз я уже на нём падал. Я уже со счёта сбился. Раз пять точно на нём падал. Один раз на асфальте падал, а остальные вроде как в лугах. Каждый раз падал на левую сторону. Один раз было дело. Сильно погнул дугу, выпрямляли. И каждый раз доставался вот этой подножки. Но она до сих пор живая. Немножко там дырка есть. Это скорее всего, когда я на асфальт упал, по асфальту протёрло её. Чуть-чуть у неё загиб есть тоже. Но ничего критичного. Брызговик мой самодельный. Держится до сих пор как новый. Я думал он отвалится довольно быстро. Где-нибудь зацеплю за муравейник. Нет, всё держится. Дисковый тормоз я как-то пытался открыть, посмотреть. Он вроде ширкает немножко. Вот эту штуку я пытался разобрать. Но там, по-моему, сильно внутрь не залезешь. Я её разобрал сколько смог. И ничего там. Не увидел такого, что можно было бы почистить. Колёса, камеры и покрышки. Вот эти болты. Это я вкручивал сам. Чтобы не прокручивалась покрышка на ободе. Потому что она у меня начала прокручиваться. Я его как с завода купил. Колёса были сильно накачаны. Но я их трогал время от времени. Они дубовые. Я проездил первый год так. На второй год трогаю. Они опять дубовые. Ну, я думаю, что нормально, наверное. И катаюсь дальше. Она сама покрышка просто дубовая. Её пальцем хрен промнёшь. И получилось так, что я доездил до того, что колёса сильно подспустили. И вырвало соски. Первый раз это случилось на переднем колесе. Ну, оно просто у меня спустило в дороге. Я недалеко от дома был. Домой вернулся. Смотрю, сосок надорванный. У меня была запасная камера. Я её вставил, накачал. И всё нормально вроде. Это была уже поздняя осень. Да. А заднее колесо на второй год. Такая проблема с задним колесом случилась. Я возвращался из леса. Практически доехал до дома. И на асфальте слышу такой резкий свист. До дома его довёз. Разобрал. Сосок вырванный. У меня была опять запасная камера. Я вставил, покатался. Может быть, там дня три-четыре. И его опять вырвало. Тут я понял, что покрышка прокручивается. Купил новую камеру в магазине. Вставил, накачал сильно прям. По-моему, три атмосферы я накачал. И она всё равно через какое-то время прокрутилась и вырвала сосок. И вот после этого я... Камера здесь стоит от УЖК. Нормально подходит, кстати говоря. Где там сосок-то показать? Единственное, что вот это отверстие в ободе немножко нужно рассверлить, чтобы сосок от УЖК пролез. Потому что в оригинале оно слишком узкое, и сосок от УЖК не пролазит. В общем, я купил камеру от УЖК, промазал с той стороны вот эти участки герметиком оконным, что ли. И сделал дырки. Здесь вот тоже болт вкручен. Просто у него шляпку сорвало. И его не видно. Но сам по себе он там глубоко довольно вкручен. Качаю каждый раз. Ну, три атмосферы, наверное, я стараюсь накачивать. Последний раз две с половиной. Так вот где-то качал. Часть позапрошлого сезона, под конец, я на этих колёсах ездил. И вот весь прошедший сезон я на них проездил. И по лесам ездил, и по песку. Буксовал часто везде. Держит покрышка, не проворачивается больше. Сами по себе родные покрышки, это, конечно, трындец полный. Они очень скользкие. По сухой траве особенно ехать невозможно. Говорят, что вот эта штука отваливается ещё от вибрации к трубе, вот здесь вот, которая приварена. Но у меня она держится. Но у меня скорости средние по лугам 40 км в час, а по асфальту 50-60. Так что у меня и вибраций-то особых нет. Может, кто там сотню катается, у него, конечно, и отвалится. По умолчанию вот эта подножка, она откручивается и шататься начинает. И вот эти резинки слезают с него, если ничего с этим не сделать. Я туда герметика налил, а в резинки я их снял и залил клей быстросохнущий, как уж он называется-то. Ну, в такой, в маленьких тюбиках, который засыхает сразу. И вот, отлично. Два сезона уже отъездил, может, и три, я уж не помню, когда я это делал. Ну, короче, держится намертво. Когда падаешь на левый бок, вот эта штука тоже, она подминается. Этого можно не заметить. Ну, вся вот эта конструкция, железка, как вот на неё падаешь, и она подминается туда внутрь, к колесу. И когда она подминается, то вот здесь эта железочка начинает бить по этому болту. Я долго не мог понять, когда по кочкам едешь, и удар был металлический, я долго не мог понять, что бьёт. Я думал, что-то в колесе, может, подшипники рассыпались. Вот этот подшипник, который я на замену купил, всё, думал, падион рассыпался. Оказалось, всё просто. Нужно было её назад немножко отжать. И она теперь проходит рядом, не задеёт этот болт. Ну, и ещё есть вот вероятность, что если вы падаете время от времени, что вы потеряете эту пружину. Потому что падаешь обычно на левый бок. Я вот упал в лесу последний раз, и как-то она у меня слетела, зацепилась за чётом. Так что можете её себе в запаску тоже купить и положить на всякий случай. Аккумулятор у меня на нём стоит родной. Как я его залил 4 года назад, так я с ним больше ничего и не делал. Ни разу не подзаряжал. Заводится нормально с этого, с ручки. С ножки вообще идеально заводится. А вот с карбюратором что-то есть какие-то вопросы. Может, там где-то соринки какие-то. Может, там мусор какой попал. Либо ещё что-то. Поначалу-то не было этого. А вот последний год, в общем, когда его берёшь, ну, ночь он постоял, допустим, заводишь его, начинаешь ехать, и он начинает чихать. Там раза, может, 3-4. Ну, по-разному каждый раз. И пока не прообчихается, нету тяги нормальной. И даже если ты его оставляешь минут на 20 всего, это повторяется. То есть, если он постоял немножко, особенно если постоял на солнце где-нибудь, какая-то воздушная пробка образуется в карбюраторе, либо, я не знаю, может, у меня вот здесь что-то засорилось. Но если он вот на солнце постоял, где-нибудь особенно испарился там бензин, то заводишь его, проезжаешь какое-то расстояние метров, может, 50, он глохнет. И всё, ты ждёшь, пока бензин наберётся, пока опять ток бензина восстановится. В общем, что-то надо смотреть там делать, либо с карбюратором что-то, либо вот с этим кранчиком здесь какие-то проблемы. Здесь наверху с приборами, с зеркалами, с рычажками, с тросиками вроде проблем никаких не возникало. Кроме того, что топливная стрелка постоянно бред показывает. Когда ты заливаешь полный бак, она полностью вниз показывает, что бак пустой. И это продолжается, пока ты не истратишь примерно одну треть. Потом она начинает показывать, что бак полный. И после этого постепенно вниз снижается. То есть, после этого она показывает уже примерную правду. Кофр у меня китайские атаки так и служат. Ничего с ним особо не случилось. Хотя у него отвалились вот эти штучки, которые как раз не дают ему так откидываться сильно. Пластиковые. А само крепление кофра к багажнику вроде довольно надёжное. Вот уже сколько? Четыре сезона. И вожу я на нём тяжёлый груз, мёд развожу, держится. С резинками всё хорошо, все резинки как новые. Но он у меня зимует в доме, в тепле. Зимовал бы на холоде, может, они бы и потрескались некоторые. Вот, к примеру, резиночка на тросике. На китайском Ирбисе она у меня развалилась через год-полтора, что ли. Вообще вся рассыпалась. Здесь держится. Всё с ней хорошо, мягкая. Одна резинка у меня всё-таки потрескалась. Это вот эта. Но она потрескалась практически сразу из-за того, что я туда литолу напихал. Из-за литола она вся потрескалась. Резинки, которые вот к зеркалам ведут, я хомутиками прихватил. А то они как-то не очень держались, по-моему. Если кто не видел и не слышал, то пару раз я его топил. Один раз вода попала в двигатель. Не знаю, сколько там по объёму было. Но масло всё белое стало. То есть там эмульсия. Мы его слили в этот же день. Через час где-то после того, как она попала. Я час где-то и на нём ездил, не видел. Потом заметил. Несколько раз масло поменяли. Второй раз, когда я его утопил по баку, вода не попала почему-то. Я, видать, быстро выехал. Первый раз-то я там целый день по этой воде катался. И глубоко заезжал по баку, тоже дело было. А вот второй раз я просто один раз залетел, сразу вытащил его. И вода не успела попасть в двигатель. Но даже вот с водой, когда масло всё белое стало, с эмульсией, я целый час на нём катался, ничего не случилось. Может, конечно, просто повезло. С двигателем проблем вообще никаких у меня ни разу не возникало. Работает отлично. Обычно я катаюсь один день. С утра выезжаешь и к вечеру уже возвращаешься домой. Но в этот год я хочу попробовать подальше покататься. Может быть, и на два дня, на три. И хотя помнится, в прошлый год я говорил то же самое, когда снимал ролик про мотоцикл. И на два-три дня я так ни разу и не съездил. Меня всегда напрягал сон в палатке. То, что там мёрзнешь, как собака, не высыпаешься. Ну вот вчера ко мне пришёл дешманский спальный мешок, который я купил. На искусственном меху. Ещё я заказал коврик из Эва. Как вот сапоги эти продают из Эва в палатку. Я думаю, если я этот коврик из Эва в палатке расстелю, положу на него вот этот спальник с искусственным мехом и залезу туда, то мне будет достаточно тепло. Летом-то я смогу согреться. Хотя на спальнике написано минус 25. Но это бред, конечно, полный. Если он меня согреет летом, то это уже хорошо будет. Так что есть планы на рыбалку с ночёвкой этим летом на 2-3 дня. И также, может быть, куда-нибудь подальше съездить в путешествие. Но если бак полный залить, 14 литров, то его хватит на 600 километров. С моей скоростью 30-40 километров, как я катаюсь. Ну и по асфальту 50. То есть в одну сторону можно на 300 километров уехать. Это очень далеко для меня. Посмотрим.